всем привет сегодня я подвожу итоги марта месяца в этом месяце у меня пять готовых работ одна маленькая 2 средних и 2 больших и также купила немного спиц одной работы у меня сейчас уже нет уже отдала и сейчас покажу то что у меня осталось так первым в этом месяце я закончила вязать платье мельница которая вязала целый год потихоньку понемножку и к весне успела но я не торопилась отдельно мотивами между другими процессами вязала и в результате она все-таки связалась на это платье на моем канале есть три видео где в этих видео я показала как вязать шестиугольный мотив как пятиугольный как соединить отвечала там на вопросы некоторые все ссылочки на эти видео я оставлю в инфобоксе и в подсказках еще оставлю и так мое платье связано на 50 размер но она стрейчевая и думаю что подойдет и на сорок восемь и наверное даже на 52 значит длина моего платья 95 сантиметров примерно до коленную фотографию ставлю будет видно какая длина у меня рост мета 64 вот 95 сантиметров это где-то до середины колена получилось платье вяжется очень легко не быстро конечно но легко хотя если вязать только целенаправленно это платье то можно и быстро его связать первое платье я уже говорила свое розовое я когда им загорелась вязала только его и связала довольно быстро она вяжется из мотивов которые потом соединяются между собой состоит она из семидесяти девяти мотивов 72 мотива шестиугольных и 7 пятиугольных здесь в районе горловины пятиугольные есть мотивы все остальное шестиугольными мотивами у меня уже неоднократно спрашивали в комментариях обязательно ли вязать именно 8 по кругу 8 мотивов если вязать не 8 мотивов то раскладка платья будет другая если допустим 10 2 еще добавить да но здесь нужно доработать тогда раскладку если еще по два мотива добавить на плечи то я думаю что здесь как-то будет совсем по-другому смотреться но я не пробовала честно говоря поэтому не могу сказать у меня раскладка которую я взяла из интернета и там именно на 8 мотивов смысл в том что вы вяжете один мотив измеряете его диаметр свою ширину которая вам нужна по кругу на окружность и делите на 8 именно такой такого диаметра должен быть один мотив здесь все просто очень я в своих видео там мне кажется подробно рассказала она длинная внизу так вот смотрится очень хорошо тянется вообще люблю вязать и стречевой пряжи одна из моих любимых пряж кто смотрел мои видео знает сколько изделий связано у меня из этой пряжи по ширине примерно я замеряла в районе бедер получилось у меня если не растягивать где-то 45 сантиметров при том что обхват бедер у меня 102 вообще именно из стречевой пряжи когда я вижу я на свободу облегания не добавляю даже наоборот немножко меньше особенно если вижу крючком но это в том случае если платье сплошным связано то есть без без растяжки если вижу жакет то тогда я на свободу облегания могу немного добавить но немного именно и стречевой пряжи много не нужно добавлять она и так хорошо сидит конечно каждое изделие все равно индивидуально это нужно учитывать крючком связано спицами ажурный узор не ажурный насколько он плотный и так далее все нужно пробовать и и стречевой пряжи пока я не могу сказать чтобы хотя бы какое-то изделие мне не понравилось но что есть какие-то виды пряжи из которых я говорю что я бы вязала спицами но крючком не стала бы из этой пряжи вязать вот стречевая пряжа она подходит по моему мнению и для спиц и для крючка поэтому я очень люблю ее и сами изделия они такие тактильно приятные и похоже на хлопок может быть конечно жарким летом не то что может быть а точно будет жарко в таком платье но я эти платья такие вижу на весну не на жаркое лето поэтому меня все устраивает свое первое платье розовая до сих пор ношу уже ему несколько лет и весной и осенью это у меня любимая одежда и но очень комфортно сидит не вытягивается когда садишься все устраивает что еще тут можно сказать ну как я сказала все мотивы вяжутся отдельно это тоже очень удобно можно брать такой процесс с собой навязывать этих мотивов потом уже сшивать их я полосками сшивала 8 свяжу мотивов полоску сошью потом еще 8 и так вот пришивала обвязку сделала столбиками без накида и последний ряд рачьим шагом также по рукавам и также по низу значит пряжа номер счет скажу я показывала ализадива стрейч silk эффект color 612 100 граммах 400 метров 8 процентов эластик 92 микрофиброакрил здесь какой крючок рекомендует 13 я вязала крючком номер два и на это платье у меня ушло 600 граммов пряжи также у меня спрашивали нужен ли подклад подклад нужен потому что платье ажурная и конечно будет просвечивать чем интересно здесь можно менять цвет подклада и меняется само платье я пробовала и с черным подкладом с белым с бежевым и вид меняется но со всеми очень красиво смотрится следующим был связан кардиган на девочку восьми лет я вязала его для племянницы и она его уже носит так что у меня его нет фото я вставлю и также есть м к на этот кардиган поэтому можно будет посмотреть кого заинтересует я ссылочку тоже оставлю вязала я его из пряжи картопу кристалл 50 граммах 225 метров если в две нити 450 метров если в одну я вязала так как идет матке две нити очень интересная нить две тоненькие нити и пряжа очень мне понравилось мягкое изделие получилось такое нежное нежное сама сами тактильные ощущения от этой пряжи очень приятные когда вязала удовольствие конечно получала у меня осталось это пряжа еще много и я хочу себе что-то на лето какой-то или укороченная типа болеро что-то такое связать легкая само изделие получается очень легкая вязала спицами номер три три с половиной тройка я вязала горловину данная начинала она связана связан он был регланом начинала резинку на горловине спицами 3 а все остальное вязала три с половиной можно и три три с половиной конечно здесь использовать нет и так и так в образце понравилось и очень маленький расход у этой пряжи на такой длинный кардиган а у меня получился длиной 50 сантиметров у меня ушло около 200 граммов всего пряжи поэтому думаю того что осталось мне хватит еще что-то и для себя связать так что вот и также я связала после этого кардигана точно по такому же принципу из остатков пряжи которые у меня остались от вязания моего платья туники тоже племянницы такой же точно кардиганчик но только что только тот был связан узорами а этот я связала просто лицевой гладью здесь конечно в этой пряжи узоры не нужны здесь у меня есть разнобой в узоре закончилась в ряду черная нить и здесь ее нет но в этом случае я не заморачивалась и так как это у меня были остатки уже я вязала как было в моточке пряжи вернее как складывался узор моточки так я все подряд и вязала единственно где я подбирала узор я начинала вязание рукавов с одного и того же цвета после черного идет сиреневый я где черный закончился нить обрезала из сиреневого начала вязать одинаково рукава и поэтому рукава получаются абсолютно одинаковыми сейчас попробую вот так вот здесь секции в этой пряжи абсолютно ровные одинаковые поэтому подобрать конечно если есть желание подобрать здесь очень легко просто я сказала как для детской кофточки которая вязала просто на каждый день я не стала заморачиваться здесь на кокетке с цветами конечно зависит от количества петель такие узоры зависят от количества петель на спицах как они лягут а там где уже идет без прибавок в данном случае здесь здесь уже все одинаково я вязала его также как тот желтый резинку сразу набирала а планку уже вязала потом тоже платочной вязкой пуговицы неправильно цвет передает камера они более сиреневые жизни так через камеру кажется как будто синие такие сиренево-фиолетовые даже сиренево-голубые больше вот тоже он длинный у меня получилось но немного короче тот был 50 сантиметров этот 46 где-то с половиной 46 47 очень мягкий получается как мое платье туника тоже мне так нравится она тактильно приятно и вязать из этой пряжи очень приятно быстро вяжется и легко сама кофточка тоже легкая получается пряжа это еще раз покажу гернард crazy color номер 165 25 процентов шер 75 акрил в 100 граммах 260 метров это вот все что у меня осталось уже я не стала меньше вязать потому что желтая расширяла немножко по бокам а здесь я вязала просто по прямой не расширяла так по расходу тоже он очень легкий получился и я не взвешивала остатки пряжи которые у меня были но в готовом виде я взвесила эта копточка весит 207 грамм 207 граммов в готовом виде примерно 220 230 с учетом обрезков нитей я считаю тоже расход очень хороший следующий была связана вот такая прихватка такая большая работа которую можно связать за час тоже есть мастер-класс оставлю ссылочку такая работа отдыхал очка я люблю такие вещи для дома вязать вязала использовала два вида пряжи это пехорка нежная состав здесь 50 процентов хлопок 50 акрил 50 граммах 165 метров и номер 179 фиалка второй цвет гернарт бегония 50 граммах 169 метров 100 процентов мерсеризованный хлопок номер пятьдесят три 07 color вязала крючком номер два с половиной диаметр этой прихватки 18 сантиметров и пряжи ушло на нее 33 грамма 3 грамма желтого и 25 цвета фиалки она двусторонняя и внутри проложен синтепон я проложила в два слоя синтепон потому что сначала она вроде как более плотно процессе эксплуатации он немножко уложится конечно утрамбуется и будет самый раз и последней работой марта было это платье платье весна я его назвала такое нежное нежное платье своеобразной горловины очень простое без вывязывания проем все по прямой в общем вяжется очень легко совсем недавно я выставила видео мастер-класс тоже ссылку оставлю кого заинтересует кто не видел можете посмотреть но очень простое связано из двух полотен отдельно я вязала можно конечно вязать и по кругу при желании но я вязала так меня спрашивали почему вы не вяжете по кругу не нравится вам или другая какая-то причина нет я по кругу тоже люблю вязать и часто и вижу по кругу но в данном случае в этом платье во первых я вязала его по журналу ну не то что я оттуда все брала конечно там много несоответствий по и как обычно в описаниях из журнала поэтому именно я имею ввиду как там выкройка расположена там точно также выкройка прямоугольник спинка и также прямоугольник передняя часть но своеобразным вырезом горловины и там по выкройке указано что нужно оставить на вырез горловины 17 с половиной сантиметров я на себя попробовала примерить 17 с половиной это вырез после обвязки горловины получился бы наверное вот так под самое горло вот не знаю чем они руководствуются выкладывая такие размеры поэтому я оставила меня по-моему насколько я помню 21 или 21 даже с половиной сантиметр сантиметров высоту без обвязки горловина и вот это очень комфортная глубина горловины так я начала говорить почему не по кругу отдельными полотнами и когда обвязывается здесь проймы по прямой намного удобнее когда здесь нет шва обязывать и именно отрегулировать высоту проймы так проще можно попробовать связать то есть набрать одно количество петель попробовать не понравилось другое перенабрать а если по кругу будет связано то здесь уже будет зафиксировано если вязать снизу все по кругу по кругу потом нужно именно на определенной длине разделить полотно на спинку и перед и уже будет фиксированная ширина пройму если она не подойдет переделать ее уже будет не то что невозможно конечно возможно можно распустить вязание но мне кажется так проще кроме того швы на платьях таких длинных платьях они также удерживают платье от вытягивания поэтому тем более что шов здесь практически не виден он согласуется очень хорошо с узором и совсем никак не портит изделие поэтому я связала сначала спинку прямым полотном затем кстати вот при расчете горловины тоже удобно когда уже связана спинка можно приложить ее к себе и наметить на каком расстоянии примерно с учетом того что будет еще вязка остановиться перед тем как вывязывать вырез горловины то есть связала значит прямоугольник задней стороны затем эту часть сшила плечи затем набрала по проймам петли обвязала и потом сшила все по бокам все на этом работа была закончена все очень просто но при простоте такой выкройки платье сидит очень комфортно длина такая длина его 93 94 она если немножко потянешь я пробовала хотя не сильно она растягивается после стирки она не вытянулась у меня я стирала в стиральной машине при 30 градусах и отжим 800 оборотов вывернула наизнанку и постирала так пряжи газал baby cotton 50 граммов 165 метров 40 процентов акрил и 60 процентов хлопок color 3422 очень приятный цвет нежный такой и сама пряжа конечно очень нежная я уже не первый раз работаю с этой пряжи она мне полюбилась понравилось очень вязать не очень приятно нитка не расслаивается хорошо скручена чем-то похоже на джинс только тоньше и мягче джинс немножко по жестче хотят состав практически такой же насколько я помню спицы использовала номер два для начала вот здесь вначале я набирала на спицы номер два и затем уже перешла на спицы два с половиной все остальное вязала спицами два с половиной и обвязку в том числе и по проймам и по горловине тоже спицами два с половиной вязала ширина платья у меня получилось 52 сантиметра она прямая я никаких убавок не делала полностью как я сказала прямоугольником расход пряжи на это платье около 500 граммов платье вяжется как я сказала очень легко но не скучно узор хорошо запоминается и если бы все полностью лицевой гладью такой прямоугольник такой большой вязать то может быть было скучно этим узором мне показалось вязать совсем не скучно и очень даже интересно что это было все что я навязала теперь покажу что я купила в прошлом месяце я показывала что я купила набор оди клик лейс сейчас у меня здесь по моему одних до одни спицы в работе я вижу мужу жакет на пуговицах своеобразной горловиной регланом на спицах номер 4 и это в этом наборе спицы начинаются с размера три с половиной поэтому я докупила спицы номер два тоже с такими же удлиненными кончиками эти спицы на бежевой леске у них вообще двойки насколько знаю на красной леске нету тоже такие же удлиненные кончики очень приятные спицы и спицы номер два с половиной тоже с удлиненными кончиками а номер три у меня были я давно точно но такие же как они тут называются лэйс ниддлс заказывала на алиэкспресс тройку и уже очень много ими вижу сейчас они у меня на домашнем платье заняты и что меня поразило здесь леска вот в этих именно два с половиной не такая как у всех раз не разъемных от и более такая жесткая красная а тоже красная но точно такая же как у меня вот в этом наборе лески на них идет маркировка на этих лесках и они более мягкие такие вот видно будет там что-то написано вот и это точно такая же оказалась такая же мягкая тоже с маркировкой такой такие же удлиненные кончики металл точно все точно так же такое же единственное что конечно они не разъемные к сожалению у оде клик насколько я знаю все наборы начинаются с трех с половиной мне еще купила вот такие интересные спицы давно на них заглядывалась решила все-таки попробовать сейчас достану не очень просто они достаются я спицы не храню в коробках поэтому каждый раз мне так доставать не нужно будет сейчас достану кто не знает это три такие спицы я взяла номер два с половиной так как носки вяжу в основном на спице два с половиной с гибким с гибкой серединкой также есть инструкция здесь в этом наборе на русском ничего нет есть два варианта я видела есть где есть перевод а на этих нету и на моем большом наборе тоже тот вариант где нет ничего по-русски здесь это конечно все понятно показывают как вязать по фотографиям все можно разобрать но я думаю это и так кстати есть таблицы насколько на какие размеры сколько петель набирать сколько рядов вязать при указывают толщине пряжи 50 граммов 210 метров интересно такие таблицы на разные на женские на мужские на детские вот и что меня тоже здесь удивило я как обычно сначала купила потом уже посмотрела обзоры для меня было новостью что оказывается в этих спицах кончики разные с одной стороны они удлиненные такие как у лейс а со второй стороны как у классических спиц поэтому здесь можно разные варианты выбирать можно использовать вот таким образом то есть вязать острым кончиком снимать с тупого можно оба кончика использовать острыми а так также точно оба тупыми общем вариантов куча я пока не пробовала на этих спицах вязать но обязательно попробую ближайшее время свяжу носочки и расскажу вам свои впечатления об этих спицах спицы эти я покупала у нас все и поэтому цены могу сказать только наши эти спицы по 1200 тенге в рублях это у нас по крайней мере курс по-моему 5 и 8 сейчас нужно разделить на 5 и 8 а эти 7 тысяч тенге разделить на 5 и 8 для рублей это получается по моему 1200 рублей да не знаю конечно стоит ли этих денег эти три маленькие спицы но посмотрим возможно будет действительно удобно я несколько обзоров посмотрела пока плохих отзывов я не встретила поэтому попробую и я здесь насколько я поняла вяжется по тому же принципу что и маджи клуб единственное что нет этих петель от лески по краям а так все то же самое на 2 2 2 спицы вот здесь видно две спицы для самого вязания и 3 вяжется по кругу сначала с одной спицы потом со второй с одной также точно по кругу чем попробую сами конечно они очень приятные вообще металл о одни шикарный очень приятен рукам не царапается низ когда спицы касаются друг друга нет этого скрипа как у многих спиц есть так что думаю что очень интересно будет ими повязать это были все новости марта моем рукодельном мире большое спасибо что досмотрели до конца что зашли ко мне в гости на сегодня у меня все спасибо за просмотр и до новых видео